всем привет ребята сегодня у меня очередные посылочки это можно сказать алкогольные посылки номер два это уже чисто с алиэкспресс а нет не чисто с алиэкспресс в принципе посмотрите почему прошлое видео у меня лежало уже тысячу тысячу лет даже некогда было вообще некогда было его выложить на канал хотя она в принципе уже было собрано еще одно есть не до собраны нужно до снять но вот маленько разгребся я пришли посылки некоторым не лежали уже тут около месяца наверное некоторые еще пришли будем сегодня снимать и давайте-ка по порядку разберем вот эти вот посылочки напомню они сегодня у меня относятся к алкогольной тематике это раз все они по поводу самогона в принципе некоторые можно для пива при применить и еще такой вопрос если вам интересна алкогольная тематика так как у меня в принципе очень много настоек сейчас стоит всяких разнообразных то я могу в принципе поговорить с некоторыми людьми которые бы мне ко мне бы приходили бы и мы могли бы эти настойки попробовать это раз можно видео рецепт какие настойки я делаю как я делаю потом пробу это 2 но это если вам интересно просто потому что я делаю кто-то просил кто-то не просил и вот фиг узнает в принципе мне есть один очень хороший колоритный друг знакомый греха привет тебе если ты меня смотришь и посмотришь то принципе можно было бы пригласить греху если грех согласиться и как бы пропустить пару рынок за интересные беседы но это как говорится как масть пойдет и как вы воспримите мои зрели зрители это если вам это будет интересно то в принципе без проблем все это можно сделать заснять и показать ну ладно давайте к распаковывать первая посылочка это вот такая вот посылка в пупыр не пупырышку а все заделано воздухом это уже если честно четвертая посылка почему четвертая потому что первое мне пришло первые две пришли мне поломанный от разных продавцов я им написал говорю так и так в одной посылке пришло целый только градусник в другой тоже градусник мне теперь два лишних грамм давайте-ка распакуем так все запаковано хорошо но по опыту получения прошлых посылок могу сказать что иногда это не проходит то есть один фиг ломается давайте-ка посмотрим сейчас принципе упаковка видите вот пупырышку тут есть еще такая пупырышка такие про вставочки так это у нас сюда уходит и открываем это у нас набор спиртометров типа якобы аналог наших асп так смотрим чудо там не пришло ну смотрим градусник у нас целый сразу видно целый такс от от 100 до 70 грамм спиртомер тоже целый ну все целые все целые все хорошо во первых я уже пользуюсь принципе ими уже давно пользовался до этого бытовым спиртометром который там ну жутко врал и заказал такие принципе посмотрел обзоры да и сам посмотрел потестировал мне в принципе понравилось потому что ну как-то отличий с sp3 меня не увидел но цена цена намного меньше кто-то пишет что врут кто-то пишет не врут ну я прикинул примерил даже если знаете врет один максимум 2 градуса это в принципе понятно но как вот бытовой например я мерил вроде бы одно показывала там не шкала на 5 и думаешь 90 или 95 грубо говоря и здесь вот такая вот бумажка идет это очень полезная бумажка по поводу температуры и спиртуозности нам допустим если у вас температура сейчас 20 градусов и алкоголь 40 градусный то смотрим то есть померил 40 градусный алкоголь и вот этим спиртометром 20 градусов померили градусника мы смотрим что это у нас да действительно 40 градусов при этой температуре а вот если например у вас жара 30 градусов то это уже будет 36 градусов спиртом ну спиртуозности так что очень полезная инструкция мой брат скажу что тестировал некоторые спиртомеры как бы наводки и пытался поймать какой из них врет но не вот этим я ему подарил такой комплект а потом я его спрошу а ты как бы температуру сразу мерил или у тебя дед постояла где-то чем да нет грызут стояла холодильнике раз один померил второй третий я грану а ты разница температур то нет ну вот и все ладно давайте-ка смотрим что у нас дальше тут уже вскрытая можно сказать посылочка потому что я не было очень интересно что такое пришло вот так вот запаковано но я не открывал здесь у нас два вот таких вот как они были гидрозатвора вот это все выкидываем давайте-ка один откроем они считаются вот эти гидрозатворы якобы бесшумными ну я не знаю потому что обычные гидрозатворы они как бы булькают жены иногда это все раздражает вот она вот так вот выглядит здесь вот такая вот штука это как вход для гидрозатвора куда мы втыкаем здесь вот так вот сверху такой колпачок он то есть не позволяет сильно булькать ну и сверху закрывается вот такой крышечкой чтобы это тоже опять же звук был более-менее не так слышен ну как он будет на самом деле не знаю поживем увидим если вы пользуетесь вот такими гидрозатворами расскажите как они по звукам заказал два то что мало ли вдруг кому-нибудь один подарю и как бы вот так вот хочу хотел про гидрозатвор сказать уже забыл давайте-ка следующее следующее это тоже у нас гидрозатвор вот такая вот посылочка но это уже можно сказать классические гидрозатворы это выкидываем здесь снова два штучки вот такими гидрозатворами я в принципе и пользуюсь вот такими вот так вот единственно что когда я покупал я покупал уже давным-давно для пива еще здесь было резиновый уплотнитель так что как-то вот так вот вот такие обычные от их очень прям хорошо слышно когда вот газ идет вот здесь вот идет 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 и тут блин 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 так что ну взял тоже пару штучек почему купил гидрозатвора потому что у нас очень достаточно высокая цена в китае это намного дороже да нужно ждать но цена как бы и качество качество такое же а цена намного ниже так и вот здесь вот запаянная посылочка самая долгая которая у меня лежала к этой тематике относящиеся такс где-нибудь дата какая-нибудь как правило сюда писали дату а она была к чему-то приз присобачена так что даты нету восемнадцатого года шестого то есть это шестого месяца отправлены еще только посылочка давайте-ка откроем это все наверно когда мне самогонный аппарат только еще пришел так что у нас здесь здесь у нас две вот такие вот штучки это воронки резиновые они называются еще воронки для масла как бы ноут они вот такие вот складные просто решил на пробу взять было по распродаже какой-то вот такие вот воронки как бы подрезиненные их можно вот так вот сделать хоба хоба и все и она становится вот таким nude принципе носик у них достаточно толстый но не знаю можно принципе для чего-то использовать но так вот принципе достаточно прикольный раз сложили и здесь другого цвета такого же форум фактора вот принципе алкогольная но может быть и не относится но заливать бутылки кстати классно заливать бутылки резиновая в горлышко вставляешь она не будет болтаться и славить принципе не нормально пойдет и вот это вот большая посылочка она пришла вниз и бэй так давайте-ка сейчас откроем посмотрим что это это нагревательный мат для браги но позиционируется он как для пивной браги но по сути можно использовать для всего почему с ебэя потому что он вышел дешевле чем заказывать с китая на алиэкспресс он был дороже и там совершенно другого размера у меня есть когда-то приходила инфракрасная пленка в комплекте но вот мне пришел как он там ну штука такая которая меряет температуру включает выключать не помню как как называется и вот я это все собрал настроил там бражем бражем здесь специальная большая это бочка для браги 50 литровая ее как бы обмотал все включил поставил на балкон тестировал было достаточно прохладно у нас но час стояла вообще ничего не изменилось я в итоге все это снял собрал данную где-нибудь коврик сделаю тепленькие что принципе она теплая а вот эта вот штука которая градусы показывала температура знаете сейчас плюс 5 через секунду минус 5 и вот так вот туда-сюда то встанет то опять туда-сюда и в итоге ничего толкового не вышло вот такой мат классный почитал отзывы многие пользуются и вообще если честно горе не знают он достаточно толстый кстати прям толстый я думаю тоненький будет ну естественно производство китая можно использовать его как грелка под жопу сунули и как говорится положили единственное не складывать вот так вот и не включать его не прокалывать читать инструкцию на китайском особенно и не стирать но это все естественно и понятно так здесь у нас тоже какая-то а здесь не стирает не был не было они склады то же самое вот есть непонятно где у них какая сторона вот так вот надо или вот так вот но это мы включим паран проверим и вот здесь вот вот такой выключатель здесь позиция а ёшкинку так тут еще иероглифы я думал тут какие-то циферки будто тут иероглифы это наверное скорее всего выключена это одна это вторая и вот я читал по отзывам что на второй позиции это вот на серединке вот так вот греет около 30 градусов то есть в принципе как надо на него ставят вот этот чан бражную вот эту где брага у вас брать бродится включают и все супер давайте-ка сейчас мы куда-нибудь воткнем и проверим вот у меня сын утащил удлинитель с комнаты и это будет немножко проблематично но еще так вот заматывает как-то как теперь тебе размотать да вот забыл сказать почему она к пиву она называется мат для пиву пивного сбраживания именно потому что для пива там тоже своя температура нужно при брожении и вот она вот так вот так как в принципе скоро холода даже иероглифом что-то написано чего написано непонятно так вот включили видите так вот у нас выключилась чуть-чуть прибавляем ну до щелчка вот так вот и прибавляем она опять не выключается давайте-ка на полный попробуем сейчас посмотреть где с какой стороны будет нагреваться и будет ли сейчас время время даже не могу посмотреть нигде а вот время могу посмотреть так 14 минут 40 50 секунд допустим это поставил я на полную мощность он тепленько уже 5 секунд прошу хотя это может быть от моих рук нагрелась нифига не от моих рук прям чувствуется как тепло становится прям если под под одеяло положить себе так вот это вот эта сторона намного холоднее чем вот это вот так что скорее всего здесь какой-то может быть отражающий потому что реально намного холоднее чем эта страна кажется да где этикетка приклеена эта сторона как раз вот и греется а где где вот такая вот штука вот видите вот на вот такая так что вот такие вот дела такой вот мат такие вот посылочки с вами был сергей были нашли охота на улице холодно то что не охота с него слазить но зимой можно поставить совершенно спокойно броженую емкость бродильную емкость выставить температуры вообще не париться как чё смотрел видео некоторые в бражную емкость туда эти аквариумные термометры эти вот термометры ну нагреватели суют они на них на на налепляется всякое вот это они перегреваются или например греет вот эту штуку который налепилась выключается остальное брага холодно а вот это вот поставил и она будет снизу вверх все прогревать теплые вообще классно наш прям приятно что рукам вот такая вот дела ссылочки все в описании с вами был серега подписан на мой канал ставьте пальцы вверх ребята спасибо что вы со мной и мы сейчас скоро переходим на новые посылочки пока